Людвиг Хлитвинский, профессор-эксперт по атомной энергетике, присоединяется к нам. Приветствуем вас. Вечер добрый, слава Украине. Героям славы. Также Николай Александрович Штейнберг, замминистра топлива и энергетики Украины в 3-6 годах, главный инженер Чернобыльской АЭС в 86-87 годах. Мы приветствуем вас. Добрый вечер. Ну, к вам обоим первый вопрос. Это вот милитаризация атомной электростанции Запорожской, о которой сообщил Рафаэль Гросси. Вот давайте так с бэкграунда. Вообще такие прецеденты бывали в истории атомной энергетики мира, чтобы какой-то безумный режим решил прямо на территории АЭС создать военный плацдарм, по сути? Да, были. Такое произошло на площадке Чернобыльской атомной станции. И все? Пока больше не было такого? Насколько я знаю, нет. Может быть, Николай Александрович меня поправит. Нет, таких прецедентов не было. Таких не было. Ну вот что же делать теперь, когда этот прецедент возникает? И уже от самых высоких источников, что называется, мы все знаем об этих российских планах. О действиях. Это уже не планы. Николай, начните. Ну, тут трудный вопрос. Он вообще принципиально касается не только атомной энергетики. Вся система международных отношений показала свою полную несостоятельность, когда нарушают существующие законы, существующие конвенции международные страны, являющиеся постоянным членом Совета Безопасности. Ну, мы знаем, когда система ООН как-то пыталась погасить некоторые международные конфликты, когда играют там маленькие страны в эти вещи, это впервые участие такого рода государства, война в Европе, которых не было уже очень давно. И оно показало полную несостоятельность всей системы, которая опирается на международные безопасности, которая опирается на организацию объединенных наций. МАГАТЭ – это один, скажем так, одно из направлений, система организации объединенных наций. Никаких рычагов влияния, кроме устных разговоров, нет. И поэтому себя агрессор чувствует совершенно безнаказанно. Поэтому надо говорить о всей системе международных отношений. Тем более, я еще раз повторяю, когда агрессором является страна, государство, являющее постоянным членом Совета Безопасности. Хотелось бы все-таки по поводу безопасности немножко конкретнее. Людвиг, я бы к вам обратилась. По заявлениям МАГАТЭ, это буквально свежая информация, Запорожская атомная электростанция продолжает полагаться на единственную оставшуюся функционирующую линию электропередачи для получения необходимого внешнего электричества. До конфликта на этом предприятии имелось четыре таких линий передач. Чем это грозит? На самом деле, сколько можно продержаться на этой одной линии? И, в общем-то, какие перспективы? Грозит это, как и раньше, все тем же. То есть грозит повторением сценария аварии на японской станции Фокусима, где было утрачено электрообеспечение. И, соответственно, дальше перестали работать системы безопасности. И, соответственно, начала разогреваться активная зона, и покуда не расплавилась. Угроза та же самая, ну, сходная, скажем так. И эта угроза, она постоянно, поскольку по регламенту таких линий должно быть несколько. Должна быть основная, резервная и так далее. Кроме того, есть и резервные, и основные дизель-генераторы, как на каждом энергоблоке, так и станционные. Но они могут работать только ограниченный промежуток времени, который определяется запасом топлива для этих генераторов. И реально, на самом деле, если смотреть на часы, мы где-то за несколько недель, скажем так, если все будет продолжаться нормально, и всего лишь пропадет эта последняя линия электропередач, мы за несколько недель, пару недель до наступления момента, когда может произойти авария. Николай, в продолжении этой же темы, развиваю ее, да, в прошлом месяце Российская Федерация сама сообщила, что Росатом работает над удалением поврежденного оборудования с открытого распределительного устройства с целью восстановления этих трех линий, про которые мы сейчас говорим, на той территории, где сейчас контролируется Россия. Они взяли на себя эту ответственность. Что-то происходит в этом плане? И если нет, фактически мы, Украина, совместно с представителем АГАТЭ, имеют допуск для того, чтобы не допустить эту аварию? Ну, так сказать, несколько вопросов сразу подняли. Чем занимаются российские, так сказать, специалисты, агрессор на территории станции, сказать сложно. Информации полной нет. Она такая отрывочная, частичная. Поэтому об этом сложно говорить. Вообще непонятны задачи и планы в отношении станции. Попытка восстановить оставшиеся линии, где тоже все время дискутируется вопрос, чтобы станцию запустить и начать подачу электроэнергии в Крым. Я думаю, что это безрассудная идея. Она вряд ли технически возможно сегодня выполнить, поскольку вся эта запитка идет через пару подстанций, которые, в принципе, под нашим огневым контролем в любой момент может оказаться, и там подачи не будет. Мне больше кажется, что это идет спекуляция постоянная, для того, чтобы не задергать и политические ниточки дергать. Станция сегодня стоит. Пустить блоки проблема. По другим проблемам, по другим причинам. Поскольку на самом деле там сегодня работает смесь персонала. Там частично наш персонал, частично, насколько я знаю, персонал российский. Да, аналогичные станции есть в России, естественно, типовые блоки. Но каждая станция имеет свои особенности. Персонал должен пройти подготовку, аттестацию на конкретное рабочее место, на конкретные электростанции. И я затрудняюсь давать положительную надежду, что станцию сегодня можно развернуть силами вот такого смеси персонала. Поэтому я в это мало верю. А вот, Людвиг, вы упомянули Фукусиму. И у меня в этой связи вопросы к вам, Николай, к вам, Людвиг. Вот когда они ставят Запорожскую станцию на порог такого риска, такой катастрофы, они вообще не думают о том, что их территории могут заразиться? Это вообще возможно? Они могут сами получить последствия катастрофы, которые ведутся? Ну, во-первых, не приведи Господь. А во-вторых, если такое почечание произойдет, то не только они получат последствия. Получат последствия практически территории всего европейского континента, а может быть и часть азиатского. Николай Александрович? Ну, я бы не стал так задирать планку. Дело в том, что станция уже стоит более полугода. Блоки холодные. Да, неприятности могут быть, но уже глобального характера это не будет иметь. Место так, как было с марта по сентябрь, пока блокеры 5-6-й буроки работали, ну, мощности, когда они были горячие, скажем так. Вот. Неприятности будут, достаточно серьезные могут быть, но сфера воздействия, она не будет затратить в большей области сегодня. Что ж, давайте еще один аспект. Началась глобальная ограничительная работа по российской атомной отрасли. Об этом накануне в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас посмотрим отрывок этого обращения и продолжим. Эта отрасль не только генерирует средства для бюджета агрессора, но и помогает ставить в зависимость другие государства, на территории которых реализуются якобы энергетические атомные проекты. Любая энергетика для Кремля – это оружие. Атомная энергетика для них – это тоже оружие. И именно это, кстати, происходит на Запорожской атомной станции, которую Россия использует именно как оружие для шантажа мира, для шантажа катастрофой. И хорошо, что Британия, Америка, Франция, Япония, Канада образовали альянс, который должен убрать с глобального рынка атомную отрасль государства-террориста. Николай Александрович, Людвиг, вот какой вопрос. Действительно, сейчас обсуждается, что атомная энергетика может войти в очередной пакет европейских санкций. Почему до сих пор это была неприкасаемая отрасль? Ну, здесь это достаточно долгая история. В середине 90-х годов состоялось соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки обмен высокообогащенного топлива, его растворение, ядерного, скажем так, то, что использовалось, ядерное оружие. его обратная обработка для снижения концентрации, использование в качестве топлива для атомных станций. Это была большая программа на многие миллиарды. Если я не ошибаюсь, в цифрах где-то порядка 500 тонн высокообогащенного оружейного урана постепенно, так сказать, размывали, условное слово, конечно, размывали, до концентрации ниже 5% для того, чтобы использовать в качестве, для производства топлива атомных электростанций. Значит, мир как-то после развала Союза, он был все-таки настроен на то, что вот это дикое государство, оно превратится немножко цивилизованное, и можно будет нормально работать и нормальные взаимоотношения. В России так исторически получилось очень мощнейший комплекс по обогащению урана наиболее современными средствами, и в этом плане на рынке они занимали доминирующее положение. Они получили добро на поставки топлива западного образца для западных электростанций, то есть используя обогащенный уран и так далее. Более того, они развернули строительство порядка 15 блоков, я могу ошибаться, там 13-15 блоков в разных странах мира, и поскольку они предлагали наиболее выгодные, так как это было и раньше, и тут наш президент абсолютно прав, все, что можно России всегда использовать в качестве оружия, в том числе экономическое и атомное, то есть за счет государственных кредитов облегчали финансирование, станции все-таки вещи достаточно дорогие. И многие страны брали, так сказать, и строили российский проект. То, что неделю назад состоялось совещание вот этих групп и стран, они объединились для того, чтобы отойти от диктата России по некоторым, не по всем, по некоторым вопросам на атомном рынке, это здравое и нормальное решение, но это тоже требует время, хотя вот уже год война идет, и год Запад готовился к объявлению этой программы, но она сразу не пойдет в работу, это тоже требует времени. Ну и вот по оценкам, которые сегодня есть, реально выходить на более жесткие санкции, ну надо еще где-то около года, как я понимаю, Западу готовиться к этому делу. Людвиг, а вы как думаете? Я бы сказал, что это даже оптимистично. Несколько лет будет правильнее сказать, поскольку речь идет не только об отказе от обогащения, от обогащенного топлива российского производства, но и об отказе от технологий российских, в частности, от готовых тепловыделяющих элементов, тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВР, об отказе от дальнейшего развертывания атомных станций российского проекта. Для того, чтобы все это реализовать, на мой взгляд, потребуется, по крайней мере, годы. Что ж, надеюсь, что они у нас есть. Спасибо вам за информацию. Она не столь оптимистичная, но, по крайней мере, реалистичная. Людвиг Литвинский, профессор-эксперт по атомной энергетике. И Николай Александрович Штейнберг, замминистра топлива и энергетики Украины в 2003-2006 году, а также в 80-е главный инженер Чернобыльской атомной электростанции. Мы благодарим вас за участие в эфире, спасибо за анализ.